Мэнчики и вумчики, безусловно вас приветствую. Вот настал день рестарта, камбэка в Яндекс.Дзен. Я как и обещал в предыдущем своем видео об Яндекс.Дзене, будет целый ряд выпусков в стиле день 1, день 2, день 3 и так далее. На данный первый день я создам канал сам, расскажу как я придумал название, покажу какую обложку я создал, почему назвал так, напишу пару статей при вас, покажу как я их написал. И все, в общем говоря, расскажу, покажу, будет ясно. И, соответственно, далее будут выходить выпуски день 2, день 3, день 4. Я буду все рассказывать, с какими сложностями я сталкиваюсь, может быть, что не получается, что получается. Успехи вы будете буквально в реальном времени, получается, наблюдать. Если вас интересует эта тема, то вы можете подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео по данной тематике и поддержать видео лайком, если вам эта тематика, соответственно, по душе. Вообще, честно сказать, мне было непросто решиться вот так вот быстро стартовать в Яндекс.Дзен. То есть я вчера буквально выпустил видео по этой теме. Я имею в виду о реинкарнации Яндекс.Дзена на канале. Я рассказывал, как я забросил, почему, и все в этом роде. И я рассчитал где-то через месяц начать. Но решил не затягивать и начать прямо сегодня. И мне прямо с какой-то ленью это все давалось, начинание эти. Но сейчас я вот создал почту для Яндекс.Дзена. И вроде как-то повеселело. Вроде думаю, донати, надо, надо, надо. Ты должен взорваться. Ты должен начать или хотя бы снова провалиться. Ну, посмотрим, как оно там будет. Я не собираюсь, кстати говоря, создавать кликбейтный канал какой-то. Но я не хочу, чтобы меня заблокировали, потому что в Яндекс.Дзена история блокировок это вообще обычное дело. Я буду стараться ввести максимально честный, так сказать, канал прозрачный, без всяких кликбейтных заголовков. Ну, насколько это возможно. Я создал канал на тематику, которая, в принципе, может, у ней есть шанс, так сказать, задержаться на Яндекс.Дзене. Быть интересным читателем и читательницам данной платформы. Давайте договоримся так. Если мы с вами стартуем вместе, если вы тоже решили стартовать вместе со мной, то мы идем до конца. Пока у нас что-либо не получится. Допустим, нас не заблокируют. Либо что-то еще. Может быть, на монетизацию выйдем, дай бог, я не знаю. Либо что-то еще случится. Давайте заднюю не давать. Давайте прям вот до конца. А там будь как будет. Ну, что мы потеряем? Не получится, не получится, да? Получится классно. Короче, давайте договоримся идти до конца. Давайте приступим к созданию и оформлению канала. Там походу еще поговорим и посмотрим, что у нас выйдет. В общем говоря, я создал, как видите, Яндекс.Дзен канала отдельную почту. Назвал ее я. Зенович. Вот мы переходим в Яндекс.Поиск и нажимаем Яндекс.Дзен для авторов. Найти. И попадаем, соответственно, вот Яндекс.Дзен для авторов. То есть у нас есть конкретный сайт, который нас перебрасывает на Яндекс.Дзен для авторов. Нажимаем стать автором, либо войти, как я понимаю, и ждем. Итак, что мы нажимаем? Настроить канал. Настроить канал. Название канала выбираем. Я не знаю, как назвать Яндекс.Дзен канал. Серьезно. Не то, чтобы не знаю. У меня есть пару вариантов. Я не знаю, какой выбрать. Это сложно, потому что потом как-то менять их постоянно вот так вот. Но это не прикольно. Нужно как-то решиться и, соответственно, на этом остановиться. Сейчас я минутку подумаю и вернемся к продолжению. Ну, в общем говоря, какое-никакое название будет. А потом уже, так сказать, подредактируем. Описание канала тут обязательно нужно ввести, конечно. Мы можем выбрать также аватарку нашего канала. Для этого нам нужно нажать вот сюда. Настроить канал, да, соответственно. Потом вот сюда изменить. Канал содержит материалы для взрослых. Да ну ты че, никаких не содержит вообще. Так, в общем говоря, мы сейчас давайте перейдем под фотошоп. И создадим какую-нибудь аватарку для нашего Яндекс.Дзен канала. Вот у меня осталась моя картинка, которую я делал для прошлого видео. Яндекс.Дзен провал. Все, я сейчас сделаю так, чтобы мы переместились сразу к готовой картинке. Блин, об вечном или об вечном, а? Донати неграмотный, как он статист собрался писать. Я не знаю, как я статист собрался писать. Напишите, как правильно, а? Наверное, все-таки о вечном. Ну, о вечном, о вечном. Увечка. В общем говоря, ну такое себе получилось. Я, конечно, могу сделать и получше картинку. Но, думаю, на первое время сойдет. Можно, конечно, сейчас еще немного что-нибудь тут по шамане, что-нибудь прикольненькое сделать. Допустим, вот так вот. Допустим, мягкий свет. А теперь сделать что-нибудь еще. Допустим, фильтр. Стилизация, стерилизация, я хотел сказать. Ветер, допустим, или разбиение. Мне разбиение нравится, кстати говоря. Допустим, вот так. Ух ты, смотрите, прикольно, да? Вообще нормусь. Нормусь. Что за слово такое? Так, ладно. Мягкий свет можно. Либо перекрытие. Вот так вот, прикольно. Или стерилизация, не стерилизация, масляная краска. Вот прикольненько. Все. Теперь, в принципе, пойдет. Вот так вот. Непрозрачно сделаем маленько. О, вечном, наверное, так же сделаем, да? Даже не знаю, делать так или нет. По-моему, и так прикольно. Вот так вот, наверное. Ух ты! О, вечном. О, буква О, получилось как вот глаз Саурона. Все. Вот так вот оставляем, думаю. Теперь сделаем слои. Ну, потом я подредактирую, да? Ну, не буду, что я сейчас 3 часа, ты все-таки не урок фотошопа. Конечно, можно сделать нормально, более-менее, но не будем это сейчас делать. Ну, вы видели обложки, у меня есть сейчас. Ну, я не буду сейчас оправдываться от этого, да? Что я донати не умею. Ну, не умею. Ну, вы видели обложки, у меня есть более-менее. Нормальный на видосах, так что, в принципе, я что-нибудь смогу сделать, надеюсь. Так, еще раз фотофильтр впаяем сюда. Теперь у нас вообще нормально. Теперь мы синий, кстати, впаяли. Так, теперь нажимаем настроить канал. Нажимаем изменить. О, вечную. О, вечка. Так, о, вечную. О, прикольно, смотрите, получается. Ну, не влазит чуть-чуть текст. Ё-моё. О, смотрите, даже, по-моему, прикольнее получилось теперь, чтобы влазило. И вот это вот вечном, где на заднем плане вообще прикольно смотрится. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Чё-то мне как-то... Все, думаю. Вот целый день вот так вот сидеть и писать всякие статьи, видосы снимать. Так же и геморрой может. О, вот теперь влазит. Теперь мне нравится побольше, как это дело выглядит. Давайте обновим, посмотрим о вечном. Прикольно. Ну, уже какой-то было такую долю, знаете, чего добавить вот в картинку, вот я это сделаю потом, долю такого ностальгии. И вообще было прикольно, потому что о вечном, да, вот как-то розово какой-то цвет, синий, он не подходит. Ну, в принципе, подходит, он уже какой-то, соответственно, чтобы иллюстрация какая-то, чтобы картинка, она передавала, да, посылу, что о вечном. А это не особо подход, мне не нравится, я потом переделаю, на первое время подходит, я просто хочу вам показывать, как я с нуля прям все, чтобы вы видели, как будто вы рядом со мной сидите. Короче, вы поняли мою задумку. Ладно, давайте перейдем к следующему. Заголовок, заголовок. Знаете, о чем я хочу статью написать? Да, хрен его знает. Я хочу написать статью, вы сейчас подумаете, наверное, донайте, тебе же там лет 25, мне 26 лет, кстати, 12 июля исполнилось. Да, можете написать с прошедшим донати, там тебя туда-сюда, чего кого. Но я хочу писать на темы СССР. Я думаю, что это может заинтересовать читателей Яндекс.Зен, и конкуренция будет нихреновая, но все же. Продукты в СССР. Вот реально, вот меня эта тема очень волнует, потому что я, ну как сказать, я ценю качественные продукты, да, в смысле, я не покупаю дорогие продукты, которые в 5 раз дороже, и я могу ездить в соседние стелы какие-то, да, молоко покупать у бабушек, мясо, допустим, там. Меня это очень вопрос волнует, потому что мясо на антибиотиках меня не очень интересует, как бы, вот, и молоко из воды и химии. Так что вот об этом, я думаю, стоит написать статью, потому что мне это самому будет интересно. И это полезная статья, которая даст людям знать или вспомнить, большинство Яндекс.Зен, там, они же читатели, они, как бы, постарше меня, наверное, будет, средний возраст. Вот я просто сразу в Яндекс.Поиске набираю качество продуктов в СССР, и сразу все появляется, да. Это популярная тема получается, потому что многие люди даже, которые, как я, которые, так сказать, не жили в СССР, мы даже интересуемся, потому что у нас есть какие-то отголоски. Наши родители, бабушки, дедушки там, да, и потому это классно, значит, у нас есть шанс вырваться даже вот сюда в поиск. Миф о качестве продуктов в СССР. Ну, это, наверное, кликбейтное название. Так, сравнение продуктов питания времен СССР и нашего. Так что, были в СССР качественные продукты или нет? Прикольно. Я напишу что-то подобное, не похожее на это, наверное. И я постараюсь. Почему я пишу в текстовом редакторе, а не вот тут вот? Ну, потому что я неграмотный человек, а исправляет ли редактор Яндекс.Зена ошибки или нет? Я не уверен. Ох, ё-моё, нифига себе, она длинная. Слушайте, я не хочу такую писать длинную статью. Я ленивый человек очень. Сейчас пойду по руку, короче, и вернусь, потому что что-то... Бо-бо животик. Да. В общем, я чуть-чуть написал. Это ностальгии будет пост. Я думаю, что многие любят ностальгировать на Яндекс.Зен. Мы это как раз и проверим. Фу, это сложно, правда, в таком стиле. Типа день один, день два будет очень сложно. Но я, надеюсь, справлюсь и всё вам покажу. Реально прям потно получается. В общем говоря, выбрал я картинку для нашей статьи. Статью, конечно, написал. Вам всё покажу сейчас. Естественно, нам нужно картинку нашу обработать, ибо мы скачали её с открытого доступа. И, соответственно, могут быть с этим проблемы небольшие, да? Вот вы можете посмотреть нашу статью. Еда в СССР и в России. В чём отличие? Абсолютно не кликбейтное название, как вы можете заметить. Я сейчас добавлю картинку и опубликую нашу статью. Мы нажимаем «Вставить изображение». Загрузите файл. Как видим, наша картинка загружена. Конечно же, мы можем использовать несколько картинок, но я думаю, что в этой статье я... Ну, знаете что? Давайте добавим ещё картинок. Что ж, как видим, мы вставили картиночку. Отступы делаем поменьше. И всё. Готово. Теперь у нас статья более интересная получилась. Конечно, мы можем в конце ещё картиночку вставить, но... Думаю, что этого будет достаточно. Хотя во мне снова человек говорит, который хочет качество сделать. Вставь ещё картинку. Но я думаю, что, в принципе, сбалансировано получилось. Напишите в комментариях, как вы считаете, нужно было вставить ещё одну картинку или нет. Нажимаем кнопочку «Опубликовать». Ага, хочет от нас что? Ага, всё понятно. Теперь наша задача написать теги. У нас есть описание короткое. Мы здесь, конечно, что-то такое, чтобы... Вставляем, чтобы хотелось зайти в нашу статью. Давайте напишем теги. Что ж, я, в принципе, написал теги. Я думаю, что будет достаточно. Я ещё на самом деле не понял, как работают теги в Яндекс.Зен. Работают ли они вообще, потому что в YouTube немного по-другому всё это работает. А описание, я думаю, добавить стоит немного другое. Давайте это сделаем. Сейчас я вам покажу. Если не подойдёт, что ж, тогда не подойдёт, как говорится. Нажимаем «Опубликовать». Вы создали первую публикацию. В Зене есть правило. Алгоритм учится постепенно. Ясно? Спасибо. Короче говоря, он хочет ещё, чтобы мы пару статей написали. Что я, конечно же, и сделаю. И вам это покажу в следующей серии. Ну что ж, первый день закончен. Я показал вам, что хотел. Написал статьи. Создал канал. Надеюсь, что сегодня какой-никакой успех будет. Может быть, хотя бы один подписчик. Ну, это слишком круто, мне кажется, было бы. Может быть, дочитывания какие-то нормальные будут. Ну, на сегодня я статьи ещё писать не буду. На завтра подготовлю какой-то материал. Канал я создал такой, у которого был бы шанс задержаться на Яндекс.Зене и стать интересным его читателем и читательницем. То есть, я думаю, вы понимаете, на какую тему я создал канал. Надеюсь, что-то у него получится. Если вам интересна данная тематика, вы хотите посмотреть, что будет на день 2, на день 3 и в итоге вообще, так сказать, мини-сериал, то подпишитесь на канал, поддержите видео лайком. Напишите свой комментарий. Может быть, вы тоже стартовали. Мне будет интересно это знать и знать, что кто-то со мной тоже стартовал. Мы вместе. Это прикольно. Ну, а мы с вами мэнчики и вумчики. Как всегда будем оставаться безусловно на связи.